Так, привет, друзья! Я включил вас теперь в нашу группу. В нашей группе, а вы видите, я, как всегда, вокруг меня девушки, красавицы. Цветник мне там написали. Ну, а что делать? Красота спасёт мир, как говорил Достоевский. А я говорю, доброта спасёт мир. Потому что красоту, ну, кто как понимает. Ну, там, хотя Достоевский правильно сказал, там в этом смысл и лежит. В человечности лежит красота, гармония, здравый смысл, сопереживание, созидание, чувство бесценности живого. А мы сегодня хотели поговорить о чём? Мы хотели поговорить о том, что когда я понял, когда я осознал, как попасть в рай, я начал жить по-другому. Да, если вы удивитесь, подумайте, что за глупости говорит. Рай же там находится, и ад тоже там находится. А после жизни туда вроде попадают. И поэтому, чтобы туда попасть, надо заповеди выполнять и так далее. Но при этом Христос же сам сказал, Царство Божие внутри вас есть. И я нашёл этот рай. Я нашёл этот рай, и оказывается, каждый раз я туда попадаю, когда у меня есть бесконечное время. Когда я думаю, о чём я хочу думать. Я вот это получаю, например, когда я засыпаю, в это время у меня получается, когда ещё до утра там, или кто там должен позвонить. Сейчас мне не мешают, и у меня бесконечное время, безвремение, и тёплая подушка. А я на этой тёплой подушке и думаю то об одном, то другом. Переходя, дрейфуя между сном и бодрствованием, и полностью защищён, и полностью свободен думать, о чём я думаю. И в этом состоянии у меня такое, что я делаю открытия, я делаю изобретения, у меня появляются всякие интересные мысли. Я думаю, как бы их не забыть, чтобы потом записать, когда я проснусь. Это райское состояние, когда человек в безопасности абсолютно. Когда у него столько времени, сколько он хочет личного, чтобы додумать свои мысли, которые текут, и он пытается мыслить, мыслить, мыслить. Это когда ему тепло, хорошо, комфортно. Это же райское состояние. Это райское состояние, тогда ты становишься свободным, свободным. Вот это же рай. А вот я помню, когда я раньше выпивал, утром, такое напряжение, такое. Вот это ад. Ад и рай внутри нас есть. И когда я это понял, когда я это понял, я жить стал по-другому. Я понял ещё. Об этом говорил Тесла. Он входил в какое-то состояние, там делал свои изобретения. Об этом говорили многие. Менделеев там открыл таблицу Менделеева. Потому что в течение дня он же время об этом думал. И когда он засыпал, наконец-то в переходе между сном и борествием, расслабился. Одновременно получилось напряжённое сознание на фоне полой раскрепащённости. И там происходит проникновение в понимание, в осмысление. Слушай, я, наверное, много говорил. Всем прекрасно. А ты как думаешь по этому поводу? Я вам представляю Настюшу. Да, Настюша. Это мой друг. А её папа, мой друг, ещё 30 лет назад. Удивительная история. Встретились в Махачкале. Да, в Махачкале. Кстати говоря, папа Настюша актёр. И у него театр, где он работает. Как называется? А сейчас театр диалоги у Рамиса Ибрагимова. Во, 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 во. А ещё у нас, во, почётный друг. Ну-ка, представься, пожалуйста. Представься, представься. У меня как-то очень нескромно. Ну, скажи, как тебя зовут где-то... Меня зовут Ворона Анна. Да, видите? Смотрите, это редкое сочетание. Тут людей простых не бывает. Анна – ворона. Правильно я говорю? Да. Это невероятно. Скажи, пожалуйста, Настюша, что ты думаешь? Ад и рай внутри нас или всё-таки в загробной жизни? Я скажу словами великого мудреца. Ад и рай в небесах утверждают ханжи. Я в себя загляну, убедился во лжи. Ад и рай... Громче немножко, я микрофон подвину, да. Ад и рай. Ещё раз прочитай, это очень интересно, мне понравилось. А я, честно говоря, не помню до конца. Это не надо, ад и рай, это кто говорил? Руми или хафиз, кто-то из наших великих мудрецов. Мудрецов, да. Ещё раз прочитай. Ад и рай. Ад и рай в небесах утверждают ханжи. Я себя заглянул, убедился во лжи. Вот, видите как. Ад и рай не венец мироздания, ад и рай это две половинки души. Так. А может быть даже Амар Хаям. Может быть, может быть. Ну, кто-то из наших участников школы найдёт. Она будет перечитать и Руми, и Хаяма. Напомнит нам, кто автор этих великих слов. Вот, видите, нормальные люди все одинаковые. Будь то поэты, будь то спортсмен. Они все думают одинаково. Когда они свободны, у них поэтическое состояние. Потому что человек, поэт, это человек, общающийся с вечностью. Ещё раз возвращаюсь. Когда вы полностью свободны. Когда вам никуда бежать не надо. Когда у вас много времени. И тепло вам, и комфортно. И вы в полной безопасности. Как дети маленькие. Как дети маленькие. Вот, видите. Ибо будьте как дети. Ибо будьте как дети и спасётесь. Ибо так написано, да. Вот. Царствие небесное внутри вас есть. Внутри вас есть. Правильно, правильно. Так это же, это же. Как раз главное. Почему я об этом говорю? Во-первых. Вывод первый. Я понял. Нейролаборатория. Это мощнейшее. Чему я буду вас обучать? Следующие. Ликбезы и вебинары. Нейролаборатория. Чтобы там моделировать разные ситуации. В этих условиях. Полной защищённости. Полного безвремени. Бесконечности. Комфорта. Да. И вы там будете в нирване. Нирвана же это и есть рай. Нирвана. 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 Зен. Благодать. Состояние чистого белого листа. Молитву это получает. И танцами в Софьев это получает. Окружение, да. Окружение. Да, конечно, конечно. Это всё внутри нас есть. Транц, да, туда же. Конечно, конечно. Но просто люди иногда не могут выразить. А некоторые люди не могут понять, что это как раз таки, как говорил Христос, что Царствие Божие внутри вас есть. Они не понимают некоторые, и они думают, что это в загробной жизни есть. В загробной жизни, и поэтому они в этой жизни чёрт-те-чёрт творят, да, надеясь, что в рай попадут там. А здесь как раз таки, если вы пытаетесь найти рай внутри себя сегодня, в реальности, и учась, обучаясь находить вот это состояние во время стресса, задёрганности, задействованности, когда нет времени, я вас буду учить методом ключ, чтобы вы выходили на это состояние райское. А это потребность человека. Всегда была. Но раньше люди не знали, что это можно так получить по технологии 21 века. Поэтому вначале люди придумали вино. Они вино придумали. Руми был вечно пьян. Ну, он говорил так. Только не тем вином. Не физически, а он имел в виду поэтическое. Поэтическое. Вот это состояние вдохновения, свобода, раскрепощения. Любви к возлюбленному. Ой, как хорошо ты говоришь. Правильно. Читайте Суфиев, они всё написали. Всё написали. Ищу Гурджиев. А, конечно, Гурджиев был великим эмиссаром. Так. Суфиев. И Руми, и Бориса Муравьёва, и Никола, и Успенского, и Беннета. Их очень много. Нормальных людей много. Да, действительно. А нормальный человек это кто? Это человек, который болеет не только о себе, потому что будешь болеть о себе, один и останешься. А ещё и о ближних, и о человечестве. Почему? Потому что общечеловеческие ценности, общечеловеческие ценности, они как раз таки, когда человек решает любую трудную задачу, ищет наиболее простое решение через призму общечеловеческих ценностей. А это и есть творческий подход. Потому что, оказывается, чем бы ты ни занимался, быть танкистом, фехтовальщиком, таксистом, министром, шахматистом, чем бы ты ни занимался. Идёшь на переговоры или идёшь на соревнования. Если ты развиваешь у себя человеческие качества, то, оказывается, ты выиграешь в большем количестве случаев, чем когда ты думаешь только о себе. Это очень интересно. Этому нигде не учат, потому что именно критерии человечности дают человеку свободу и защиту. Потому что человек, который по-человечески относится ко всем, и к нему начинают по-человечески относиться. Спадает эта личина, личность, остаётся самое нутро. Нутро. Да, детская божественная искра. Да, конечно же. Что и звучишь, то и получаешь. Да, 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 да. Это же всё, это же всем известно, но мы здесь это компактно, в мире, простыми словами, человеческими объясняем. Да, некоторые думают, действительно, рай только там есть из огромной жизни, потому что они некоторые вещи понимают буквально. Там во всех религиях, во всех писаниях намекают, что... Нужно работать над своей личностью, да. Да, там намекают. Ну, там, понимаете, язык раньше был, тысячу лет назад, другой. Другой был язык, там были заповеди. Этого не делай, этого не делай, этого не делай, и ты поэтому станешь хорошим. А мы говорим, ты этого и не будешь делать, органично не будешь делать. Тебе не захочется это не делать, то, что не надо делать, если ты будешь заниматься любимым делом. Когда ты находишь действие синхронное твоему состоянию, твоей конституции, твоему генотипу, у тебя открывается геном вот этот творческий. Когда ты занимаешься любимым делом, тебе пофигу, кто там тебе на сандалии наступил. Ты не будешь агрессивный, ты не будешь с ним скандалить. Ты как раз все заповеди будешь исполнять автоматически. Автоматическое исполнение заповедей происходит у людей, которые в жизни любимым делом занимаются. А вот многие-многие не позволяются любимым делом заниматься, потому что это мне доходы не даст. Ну, во-первых, если ты любимым делом искренне занимаешься, ты станешь неповторимой, поэтому необходимой. И все будут тебе стремиться научиться. Простите, как и было сказано, да, опять же в Святом Писании. Громче, громче, громче. Не заботьтесь о своем дне, ибо ваш день сам о вас позаботится. Занимайтесь тем, к чему душа лежит. Вот, 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 вот. Птицы, говорит, не сеют, не жнут, но каждый день им дается еда. Рыбы также плавают, да, и каждый день им находится, что кушают. Завтра будет день, будет пища. Будет пища. Да, ну, это же все сказано, друзья, мы просто говорим на современном языке. Ну, на современном. Поэтому давайте создавать науку человечности. А вот насчёт нейролаборатории, как создавать изобретения, делать открытия, выходить на это состояние, а это же есть, собственно говоря, божественное состояние бесконечности, безвремения. Ну, все же говорят, Бог един, но при этом, когда буквально это понимают, получается войны среди других даже. Которые выгодны политикам. Ну да, да. А если по смыслу понять, имеется в виду, что Бог это что? Каждый понимает по-своему. Достигайте любви. Любовь, сопереживание. Таксистная любовь. Возлюбить ближнего, как самого себя. Опять же таки, да? Опять перечисление этих качеств. Сопереживание, чувство бесконечности живого, сострадание, сотрудничество, потребность в созидании. Соединение. Потому что все мы частички одного целого. И когда мы поймем, что все мы вместе, что все мы усиливаем друг друга, когда мы поймем и настроимся на эту волну, то нам откроется невероятный горизонт. Вместе мы сила. Вместе мы сила, да. Очень здорово. Пока, друзья. Пока. Пишите комменты. Вопросы пишите. Вопросы. Потому что на самом деле, когда я вдруг понял, еще раз повторю, коротко. Защищенность максимальная, комфортность максимальная, безвремение, когда тебе никто не дергает, у тебя миллион спокойного времени. Чего хочешь, то и делаешь. Безвремение. Незадействованность вот это, как смартфон задействует. Вот ты в таком состоянии думаешь об этом, думаешь об этом, думаешь об этом. И в конечном счете, когда тебе некуда торопиться, ты приходишь в состояние вот этой нирваны. Нирваны, дзен, медитации, самадхи, фана, да, по-разному называется. Благодать и медвину. Да, да, да. Все называют они одно и то же состояние разными. Мне еще нравится одна фраза, над которой я рекомендую всем просто подумать в тишине. Наша жизнь – это уникальный подарок Бога. А то, что мы сделаем с этой жизнью, это наш подарок Ему. А, красота. Да, очень хорошо. Какой красивый букет мы создали. Да. Да, друзья. Воспитывайте каждую свою розу, поливайте ее. Возделывайте свой соль. Возделывайте свой соль. Правильно. Таким образом, у нас скоро будет ликбез. Через день-два мы будем объявления делать. В сетях посмотрите, в зум готовьте, чтобы там выходить с вопросами. Будем развивать творческие качества, учиться снимать стресс, страхи. Потому что стресс – это транс. Это транс. А мы будем учиться разгипнотизироваться, чтобы мыслить своей головой. Не подчиняться манипуляциям. Понимать лучше, что ты хочешь, как этого достичь. Да. И не грузиться всякой ерундой. Всякой ерундой, которая в интернете. А быть человеком – а это очень красиво. Потому что вы сами тогда красивы. Дворцы. Посмотрите, какие девочки. До встречи, друзья. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова